МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа Актуальные интервью. Здравствуйте. В нашей студии глава администрации города Орла Александр Сергеевич Муромский. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Здравствуйте. В Орле разработана концепция развития города на этот год. Перед тем, как начнем обсуждение, предлагаю рассказать, с чего все начиналось. Предыстория вопроса такова, что в октябре 2017 года временно исполняющий обязанности губернатор Орловской области дал поручение главам муниципальных образований разработать концепцию развития местных территорий. И в Орле была разработана концепция благоустройства места общего пользования, развития основных направлений города Орла, которая опубликована в средствах массовой информации, в частности в Орловской городской газете 29 декабря 2017 года и на сайте администрации города Орла в разделе «Городское хозяйство». Какие планы по благоустройству города будут воплощены в жизнь уже этой весной? Появятся ли какие-то новые штрихи, может быть, в ландшафте города? В Орле утверждена целевая программа формирования современной городской среды на период 2018-2022 год, которая включает в себя благоустройство мест общего пользования. Это территории, которые посещают многие орловчане. Их перечень размещена на сайте администрации города Орла. Было запущено голосование, граждане активно принимали в нем участие, выбирали из более чем 30 предложенных мест к благоустройству. И сегодня, по итогам голосования, буквально вчера общественной комиссии сформирована перечень из 8 территорий, которые получили наибольшую поддержку наших граждан. Назовите, может быть, примеры какие-то? Да, назову. Это территория продолжения благоустройства, вторая очередь, парка Ботаника, бульвар Победы, сквер Гварянское гнездо, также благоустройство территории в районе Атланта, улицы Медведева. Поэтому надо понимать, что в текущем году мы будем отмечать 200-летие Ивана Сергеевича Тургенева, поэтому попали такие территории, как Тургеневский бережок, это территория рядом с памятникой Ивана Сергеевича Тургенева в районе городского парка, а также территория так называемый музейный квартал, ограниченный улицами 7 ноября, переул Георгиевский, улица Тургенева в центре советского района. Александр Сергеевич, какое количество дворов будет благоустроено в этом году по программе формирования комфортной городской среды? В этом году продолжается реализация программы по благоустройству дворовых территорий, многоквартирных жилых домов. Мы планируем отремонтировать 75 дворов, в резерве у нас еще 35. На 75, те, которые основные, разработана проектно-сметная документация. Она включает в себя ремонт асфальтового покрытия, бордюров, установка малых архитектурных форм, таких как скамейки, лавки, освещение дворовых территорий и озеленение с благоустройством. Весь пакет документов сегодня находится в экспертизе на проверке достоверности смертной стоимости. И согласно плану графика мы планируем в марте объявить конкурс по выбору подрядных организаций. Вы сказали в резерве, это значит что? В резерве 35 дворов. Мы подготовили еще дополнительно проектно-сметную документацию на 35 дворовых территорий. Это в том случае, если по результатам аукциона появится экономия, которая позволит дополнительно включить еще в ремонт дворовые территории. Либо будут увеличены пропорции или объем денежных средств на реализацию этой программы. Мы не оставляем надежды, что из этих 35 дворовых территорий мы еще сможем дополнительно выполнить ремонт дворов. Если же такого не произойдет, то эти дворовые территории будут первыми в программе реализации в 2019 году. Достаточно сказать, что эта программа рассчитана на 5 лет, она не останавливается, не заканчивается в 2018 году. Мы продолжаем ее реализацию и в 2019, и в 2020 году. Порядок вхождения той или иной дворовой территории, он также размещен на сайте администрации города Орла. Суть его заключается в том, что жители сами проявляют инициативу, проводят общее собрание, принимают решения на общем собрании, составляют протокол и надлежащим образом оформленные документы направляют в администрацию города Орла, где специально создана для этого комиссия, в состав которой вошли и представители общественных организаций, проверяют перечень представленных документов и принимают решения о включении той или иной дворовой территории в программу их ремонта. Сразу отмечу, что финансирование работ производится, по сути, из трех бюджетов. Это федеральный, областной и муниципальный. Причем львиная доля – это федеральный и областной бюджет. А прежде всего, какие прошлогодние недочеты возьмете во внимание в этом году? Первый недочет – это срок начала работ, сроки выполнения работы, требования к подрядным организациям. Я уже сказал, что мы в марте планируем объявить конкурс по выбору подрядных организаций, что не было в прошлом году. Если вы помните, в прошлом году на многие дворовые территории зашли только во втором полугодии, что в конечном итоге повлияло на сроки выполнения работы. А учитывая, что входили в осенний период дождливый, некоторые работы выполнялись до заморозков. Поэтому, чтобы не повторять ошибок прошлого года, поставлена задача в первом квартале разработать проекты, провести конкурсные процедуры и до начала сезона заключить контракты с подрядными организациями. Отдельный вопрос обратим на качество выполняемых работ. В этом году функции заказчика мы по этому направлению поручили выполнять управление капитального строительства города Орла. Напомню, что в прошлом году это было управление коммунального хозяйства. Поэтому в этом направлении, подводя итоги прошлого года и рекомендации отдельных лиц и организаций, в том числе общественных, мы приняли это решение. Заказчиком в этом году будет УКС города Орла. Поэтому позволю себе выразить уверенность, что мы справимся с этой задачей. Компании, которые в прошлом году проявили себя в Орле, не совсем с хорошей стороны. Будут ли они участвовать или все-таки недопустим? Я думаю, что желание у них напрочь отпадет. Во-первых, есть одна компания, включена в черный список, и она априори в силу действующего законодательства не сможет принимать участие в ремонте и выполнении подобных работ. Также есть компании, которые не выполнили в полном объеме надлежащего качества работы. Работы в итоге у них не были приняты. Это три дворовые территории. И, соответственно, не были оплачены деньги. Я скажу, что оплата происходит за фактически выполненные работы. Поэтому с этих компаний в рамках муниципальных контрактов и банковских гарантий уже взыскана часть штрафных санкций, а также мы находимся в суде по взысканию пеней. Банковские гарантии тоже были раскрыты и тоже были получены в бюджет денежные средства за не своевременное и некачественное выполнение работы. Эту работу мы продолжим и в 2018 году, и еще более ее жесточим. Александр Сергеевич, с наступлением теплой погоды у нас обычно в городе начинается ямочный ремонт. Какие задачи Вы, как глава города, ставите и в этом направлении? Ямочный ремонт осуществляется в рамках содержания уличной дорожной сети. Сегодня Управление экономического хозяйства уступает балансодержателям улиц города Орла и заказчикам по выполнению этих работ. Сегодня уже приступили к ямочному ремонту. Буквально на сегодняшний совещание еженедельно мною дано поручение начальнику управления хозяйства усилить работу в этом направлении. Что касается ремонта всей уличной дорожной сети, то сегодня также подготовлена в полном объеме вся проектно-сметная документация и объявлен в марте, будет объявлен конкурс по выбору подрядчиков на ремонт уличной дорожной сети города Орла. Какие объемы в этом году по дорожной сети? 15 миллионов рублей на ремонт уличной дорожной сети города Орла. На ямочный ремонт примерно 30. Какие-нибудь строительные проекты? Из крупных строительных проектов можно отметить проект строительства улицы Радзевича-Белевича на участке от улицы Бурова до улицы Металургов в советском районе города Орла. Мы продолжаем развивать ту территорию. За последние три года построена дорога улица Раздольная. В том районе построен новый детский сад. Прилегающие территории застраиваются на квартирными жилыми домами. И транспортная доступность этой части города требует строительства новых дорог. Вот дорогу в этом году мы планируем построить. Понятно, что в финансовом плане для города год непростой. Но все-таки есть ли какие-то прорывные направления? Да, действительно, год непростой. Но из прорывных направлений сразу на память приходит вопрос с реализацией программы обеспечения детей-сирот квартирами. Я напомню, что реализация этой программы идет исключительно за счет средств областного бюджета. И из областного бюджета городу в этом году доведено на реализацию этого направления 115 миллионов рублей. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Напомню, что в прошлом году было доведено чуть больше 60 миллионов рублей. И приобретено 48 квартир для детей-сирот. Я уверен, что вместе с Департаментом строительства, транспорта, ЖКХ, вместе с Повестом области мы сможем реализовать это направление и увеличить количество приобретаемых квартир. Планируем приобрести в этом году не меньше 80. Мы сегодня во всех подробностях обсудили с вами концепцию развития города на этот год. Смогут ли орловчане проголосовать за те или иные направления? Да, в этом году мы широко используем мнение граждан. Это происходит и путем голосования на сайте, о котором мы с вами говорили. Кроме того, в период с 16 по 22 марта в городе Орле будет организовано голосование по поддержке. Гражданам будет предложено проголосовать за концепцию развития города Орла, а также будет предложено проголосовать за благоустройство мест общего пользования. И в перечень мест войдут те 8 мест, о которых мы с вами сказали. Александр Сергеевич, ну скоро мы будем отмечать 8 марта. Сегодня у вас есть возможность заранее поздравить представительниц прекрасной половины Орла. Да, спасибо, с удовольствием. Пользуясь случаем от имени администрации города Орла, хочу поздравить всех женщин с предстоящим праздником, пожелать им хорошего весеннего настроения, крепкого здоровья, благополучия и всего самого наилучшего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова